Воскресенье на телеканале ПС, время подведения итогов уходящей недели. О том, какой она выдалась в Архангельске, вам расскажу я, Артемий Заварзин. В эту среду состоялась очередная сессия депутатов городской думы. Народные избранники рассмотрели вопросы, связанные с муниципальным имуществом, поддержкой малого бизнеса, но главными в повестке дня значились вопросы бюджета поморской столицы. Депутаты утвердили отчет по исполнению главного финансового документа Архангельска в 2014 году. Бюджет, как и прежде, остается социально ориентированным. Средства городской казны расходовались в частности на строительство социального жилья. Это вторая очередь домов на улице Конзикинской. Возведение стадиона в Северном округе значительные суммы направлялись в сферу образования. По расходной части бюджета у меня замечаний нет. На мой взгляд, со стороны финансистов идет серьезный контроль за бюджетом, поэтому заслуживает похвалы. Изменения в бюджет текущего года, которые сегодня приняли депутаты, направлены на обеспечение его сбалансированности. Расходы городской казны уменьшатся более чем на 100 миллионов рублей, что вызвано сокращением налоговых поступлений. Депутатским решением также перераспределены средства бюджета Архангельска. В этом году бесплатная перевозка горожан ледокольными буксирами профинансируется почти на 30 миллионов рублей. А для завершения строительства стадиона в Северном округе выделено более 800 тысяч. Мы постарались вместе с блоком городского хозяйства не сокращать те программы, которые уже идут. Социальную часть, которые уже расторгованы, конкурсы проведены. Мы затронули только расходы будущих периодов без ущерба, как мы надеемся, для текущих контрактов. В непростых финансовых условиях этого года мэрия выполняет свои социальные обязательства перед горожанами в полном объеме. Кроме того, постоянный диалог с региональным правительством позволил изыскать дополнительные средства на решение насущных проблем. Так, на ремонт дорог Архангельска из бюджета области выделено 100 миллионов рублей. На самом деле, считаю, что двигатель экономики всей области – это город Архангельск. Здесь все сосредоточение всех, и предприятий, и организации, и так далее, и так далее. По сути, вся область экономическая, я имею в виду, должна, в принципе, работать на город Архангельск. И город Архангельск соответствует и переработке, и так далее, должен отдавать области. Вот этот процесс должен быть обоюдный. Поиск совместных проектов, совместных решений. Вот это станет залогом того, что мы не станем делить копейки. Надо не меньше тратить, а больше зарабатывать и искать пути, различные пути налоговые, неналоговые, прежде всего, неналоговые, пополнение бюджета. Пополнить городской бюджет позволит еще одно решение, принятое сегодня депутатами. Расширен перечень нежилых помещений, находящихся в собственности муниципалитета. Предприниматели смогут их арендовать и затем выкупить, а городская казна – получить дополнительные средства. К другим темам. На протяжении нескольких дней в домах жителей Северного округа и Скранов течет мутная с примесями вода. Гарантирующим поставщиком холодной воды является компания «Энерголайнс». Там факт загрязнения не отрицают, ссылаясь на природные явления и низкий уровень воды в реке Кузнечихе. Пути разрешения ситуации жители обсуждали на встрече с руководителями «Энерголайнса» и представителями департамента городского хозяйства мэрии Архангельска. На встречу жители округа пришли подготовленными не только эмоционально, но и документально. На литр воды внушительное количество осадка неизвестного происхождения. Осадок, конечно, здесь сейчас небольшой, а там осадок был, ну, сантиметров, наверное, ну, 10 – это точно. Это точно, да. Вот. И поэтому у нас проблема утром встает. Мы встаем, значит, во сколько в школу с ребенком? Ну, в 7 утра. Зубы не почистить, не умыться. Ну, чайник мы уже, естественно, покупаем себе воду ботулированную. Когда аквашоппингу придет конец и чистая вода вернется в дома, отвечая на этот вопрос, директор компании «Энерголайнс» заверил. Идет подготовка к ремонту водозабора. Также будет заменен второй резервуар водоочистной станции. А пока предприятие увеличило использование химриагентов почти вдвое, ожидая к концу недели улучшений качества воды. У нас каждый день, по два раза в день, брали анализы воды. Брали анализы воды. Я вам скажу честно, что ни разу Роспотребнадзор в наш адрес не сказал никаких плохих слов, не написал никаких предписаний. В сложившейся ситуации городские власти готовы оказать жителям поддержку. В том числе помочь с составлением претензий компании-поставщику воды. Должен быть сделан перерасчет за некачественные услуги. Кроме того, «Энерголайнс» обязан обеспечить подвоз чистой воды. Июль месяц – это работы по очистке водозабора. Департамент городского хозяйства настаивает, чтобы чистая вода в цистернах была подвезена к малоэтажным домам и туда, где она требуется. Но сама система водоснабжения в Северном округе нуждается в коренной модернизации. «Энерголайнс» как гарантирующий поставщик уже разрабатывает инвестпрограмму, которая позволит модернизировать водопроводные сети и очистные станции. Программу должно утвердить региональное министерство ТЭК и ЖКХ. А областное агентство по тарифам и ценам утвердит тариф с инвестной отбавкой. Это позволит профинансировать замену сетей и оборудование водоочистки. И чем быстрее будут приняты эти решения, тем ниже станут риски повторения нынешней ситуации с холодной водой. Скандал с водой, но уже в Приморском районе, разразился на территории одного из садоводнических товариществ. Там застройщик несанкционированно подключился к водопроводной сети муниципального предприятия «Водоканал». При этом людей, купивших или начавших строить дома, нерадивый предприниматель уверил – все по закону. Елена Матвеева разбиралась в этой истории. Эти красивые дома к водопроводной сети «Водоканала» застройщик подключил без разрешения. А потому сегодня бригады муниципального предприятия прибыли в поселок, чтобы отключить от источника H2O незаконных ее потребителей. Мы и знать не знали, покупая дома и землю, что водопровод нелегальный. Хором утверждают садоводы. Кто воду-то вам подал? Подал наши застройщики, которые нам продавали землю. Обманщики. Но мы вынуждены за себя сейчас бороться, потому что нас обманули. То есть говорили, что все у нас есть, договора об этом у нас есть. Но они с водоканалом ничего не решили. Впрочем, тонкости о порядке подачи воды водоканал уже неоднократно разъяснял застройщику. Индивидуальному предпринимателю Кирсановой были выданы необходимые технические условия для подключения домов к сетям водопровода. В ноябре 2013-го был даже составлен договор о подключении. Однако позже Кирсанова уведомила муниципальное предприятие о том, что не может выполнить тех условия, назвав их излишними. Договор был расторгнут. Никаких технических требований, которые предъявлялись к этому подключению, не было выполнено. То есть была произведена просто врезка. Подключен один дом, потом другой дом, третий дом. Сколько домов после этого может подключиться еще, мы не знаем. Какой объем воды будет потребляться, я думаю, что даже сама гражданка Кирсанова не очень представляет. На сегодняшний день этот водопровод снабжает федеральный аэропорт, поселок аэропорта, поселок гарнизонный. ТЭЦ, к сожалению, граждане, которые сегодня препятствуют нам проводить работы на своих сетях, считают, что это все просто. Просверлил дырочку, подключил шланг и можно пользоваться. Вот и стали садоводы ворами по неволе. Квитанции за воду им не приходят. Отношения с водоканалом так и не оформлены. Тем не менее, водоканал ведет переговоры с администрацией Приморского района. И чтобы подключиться к сетям на законных основаниях, нужно выполнить ряд обязательных условий. Это нужно и счетчики поставить, решить вопрос с тарифом. Это непросто, что создание определенной нормативно-правовой базы технических условий – это время. Но я думаю, что будем договариваться, будем встречаться и решать это в рамках закона. Позиция водоканала в этом вопросе основана исключительно на законе. Любые несанкционированные подключения к водопроводной сети должны пресекаться. Тем более, в данном случае под угрозой водоснабжения стратегических объектов аэропорта и ТЭЦ. Мы проводим технические работы. Мы производим заглушку врезки. Если будет принято впоследствии другое решение, значит, она точно так же демонтируется, никаких проблем нет. Сотрудники прокуратуры уже ведут проверку по факту организации препятствий законным действиям сотрудников водоканала. А пока вода в этих красивых домах так и остается незаконной. 580 километров – такова общая протяженность дорог областного центра. Их модернизация в этом году включает в себя несколько десятков адресов в разных городских округах. О дорожных работах, которые уже начались, расскажет Мария Воробьева. Это улица Тимми. На участок от Урицкого до Воскресенской уже вышла техника компании «Севзабдорстрой». После фрезерования рабочие укладывают новый асфальт, выравнивают горловины люков и дождеприемных решеток. Конечно, в разгар дня техника затрудняет движение транспорта. Однако, никто из автолюбителей не жалуется. Постоянно по работе езжу на ЖД-вокзал в силу служебных обязанностей. Езжу непосредственно по улице Тимми до Воскресенской. Я рад, что этот участок начали делать в данный момент. То, что сейчас делается, это очень положительно, думаю, скажется и на безопасности, прежде всего, и для движения машин и пешеходов. 900 метров дорожного полотна от улицы Урицкого до Воскресенской обновят к 15 июня. И это только один из 15 объектов, которые будут отремонтированы в 2015 году. Кроме того, что мы запланировали работы по Дорожному фонду в рамках муниципальных контрактов по содержанию дорог общего пользования, мы заложили 17,5 миллионов на ремонт дорог именно картами, где идет фрезерование, выравнивание и укладка асфальта под асфальтоукладчик. Таких объектов у нас сегодня получается 6 объектов. На некоторых объектах – это улица Лахтинское шоссе, Цегломенское, по 230 метров работы уже выполнены. Всего в этом году при софинансировании областного и городского бюджетов на текущий ремонт дорог в Архангельске направлено 114 миллионов рублей. На эти средства в новый асфальт оденутся 9,5 километров дорог столицы Поморья. Дорожные работы на этой неделе развернулись и в Северном округе. Новый асфальт появился на улице Кировской. Въезд в Северный округ – один из самых оживленных дорожных участков. К его ремонту Архангельский муниципалитет приступил еще прошлым летом. Тогда на улице Мостовой было приведено в порядок почти 3000 квадратных метров дорожного полотна. В этот сезон транспортные артерии микрорайона первых пятилеток также не будут обделены вниманием. Первый фронт работ – 3500 квадратных метров – развернулся на улице Кировской. Но эта дорога давно уже никуда не годится. Многие водители сюда ехать из этого не хотят. Так что это очень интересный вопрос. Интересно и то, что последний раз улицы, ведущие в Северный округ, были модернизированы в 2006 году по городской программе ремонта дорог. С тех пор большегрузный транспорт с лесом привел дороги в негодность. В этом году новую жизнь в них вдохнет предприятие Рэмикс. Технология здесь стандартная. Фрезерование изношевного покрытия, равняющий слой, верхний слой асфальта. То есть, если погодные условия позволят, то завтра уже эти работы практически все будут выполнены. Второй участок, который мы будем делать в субботу с закрытием движения, это проезд Сибиряковца в районе онкологической больницы. И в ближайшее время, я думаю, что с понедельника начинаем фрезерование дороги улицы Гагарина. Это продолжение от обводного канала до, скажем так, до Кольца. В надлежащее состояние в этом году будет приведено около 11 километров архангельских дорог. Финансирование из муниципального бюджета 150 миллионов рублей. Дополнительные деньги из бюджета областного будут направлены на те объекты, которые существенно разгрузят основные транспортные магистрали Архангельска. Идет речь о том, чтобы и качество дорог существующих улучшать, первое. И второе, развязать, чтобы не было пробок в городе. Свободный канал отремонтировали, 20 лет не ремонтируют. Сразу развязала ситуацию. Необходимо советских космонавтов. Конечно, у нас есть планы. Это было бы очень здорово сделать все-таки двухстороннее движение по проспекту Ломоносова. Это бы сразу развязало. То есть мы привязываемся к улице Выучейского. И вот от Урицкого бы хотя бы пока этап до улицы Выучейского. Следующий этап уже до Воскресенской. И тогда бы развязка была в центре города очень хорошая. Вот такие планы есть. А планы по ремонту улицы Тимми от Воскресенской до Урицкого уже притворились в жизнь. 1 июня работы на этом участке завершатся. Затем техника перейдет на улицу 23-й гвардейской дивизии, где отремонтируют участок от улицы Тимми до Шаблина. Вот такие новости на этой неделе. Я, Артемий Заварзин, прощаюсь с вами до следующего Воскресения. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова